В эфире программа «Время говорить» Девушки, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, давайте для начала для зрителей объясним, что за мероприятие нас ждет, Александрина. Нас ждет в этом году уже второй раз проведение трейлова полумарафона «Леоран» по земле леопарда. Это национальный парк, если кто не знает, в Хасанском районе. Но бегаем мы по территории, которая является хозяйственной, рекреационной, туристической тропой. То есть недалеко от места обитания, но там как бы можно сказать, что безопасно, поэтому разрешение есть, желание есть, и мы проводим. Что это вообще за мероприятие? Трейловый полумарафон, да, немного разъясню, это бег по пересеченной местности. То есть если обычный марафон или полумарафон, который называется «Гладкий», проводится по асфальту, то трейловый именно по пересеченной местности – это грунт, песок, грязь и так далее. И наше мероприятие уникальное в своем роде тем, что это нацпарк «Земля леопарда», повторюсь, и тем, что уникальность высоты маршрута, там общий набор высоты у нас 980 метров на 21 километр. То есть там такая прям кардиограмма все время вверх-вниз, вверх-вниз, пролегает по очень красивой части, то есть по хребту всегда бежим. Красивые виды слева, красивые виды справа, следы тигров под ногами. Вот, в общем, это уникальный забег. Ну не стоит бояться, они просто перебегают ночью тропу, поэтому… Оставляем следы. Мы поговорим об этом, да. Да, да. Почему именно «Земля леопарда» выбрана местом проведения? Красивое, уникальное место, и мы, в свою очередь, захотели, чтобы люди узнали об этом месте, ощутили эту природу, понимали то, что нам нужно сохранить, и, может быть, даже посещали это место. Да, даже не может быть, потому что оно действительно очень красивое. И Хасанская, он, в принципе, сам по себе очень красивый, Приморье очень красивое, но там это уникально. Почему? Я вот рекомендую прям каждому посетить, и тогда идет вопрос «почему?». Потому как, ну вот наша Приморская, конечно, красив везде, да, но здесь все-таки своя какая-то красота, и вот, например, ну не знаю, вы видели где когда-нибудь следы тигра? Нет, я нет. Вот, и я на своем опыте расскажу, что это просто так, ну, не знаю, будоражит, потому что, когда ты вживую увидишь такие эмоции, потому что тут, правда, проходил зверь, и вот эта вот огромная лапа, в общем, эмоции стоит посетить за тем, чтобы вызвать вот эти вот эмоции восхищения, какой у нас удивительный край. Там обитает краснокнижная дальневосточная кошка, и это есть уникальность. Леопард. И мы можем прикоснуться к этой природе. Уже вы сами бегали, я так понимаю, бежали по этой территории? Ну, мы готовим, когда мы мероприятие, соответственно, мы готовим маршрут, мы, как скажем, до самого забега тестируем на себе дистанцию, да, чтобы понимать, что и как, вот, но в процессе самого мероприятия нет. Не удается бегать, приходится работать, встречать. Работать, встречать, да. Во второй раз проходит мероприятие? Вообще, первый трейловый полумарафон «Леоран» прошел в 2016 году, но он был такой пилотный проект, там и бюджет был несколько другой, и намного меньше, и мы тестировали, и пытались понять, и другое место было, да. И в том году совместными усилиями «Земли Леопарда» национального парка и бренда нашего партнера, титульного генерального «Сяоми», мы решили возобновить проведение, апгрейдить, и перезапуск проекта, все-таки он был в том году, ну, мы считаем его первым, потому что он в другом формате и в другом месте, и в этом году он уже второй, потому что действительно был очень большой отклик, всем очень понравилось, у нас были бегуны-участники со многих регионов России, то есть не только с Приморского края, ДФО, и все с нетерпением еще с того года ждут уже второго, поэтому мы, конечно, проводим в этом году второй. А если вернуться к предыстории, то как все начиналось, с чего все начиналось, с чего начинался полумарафон? Ну, вообще, у нас, так как все-таки цикл мероприятий, да, у нас и зима заведена, да, мероприятие ледовое, и осенний марафон, ну, тут уже весна, была идея создать что-то весеннее, а весеннее – это обязательно обычно трейл, потому как весна, все красиво, цветет, все зеленое, вот, и поэтому было решено сделать именно трейловый полумарафон. Тем более у нас в регионе трейловых забегов, конечно, частных много, но в такого формата масштабного все-таки вот он у нас такой единственный. Вот слово «масштабный», наверное, ключевое. Масштабный, да. Очень много людей участвует. Что говорят, каков отклик, вот Александрина уже сказала. Масштабный, да, он получается в плане географии масштабный, да, географию могу зачитать позже, хорошо, и в плане уровня организации. То есть 500 человек участников, отклик от людей, те, кто участвовали в трейлы, допустим, и на западе нашей страны, как бы предвосхищенные, они удивлены, что у нас такого высокого уровня здесь мероприятия, потому как мы позаботились и о безопасности, и о питании, и о шоу-программе, и даже душ у нас был. То есть у нас, да, все, в общем, было так, в общем, организовано, но рада. Сверху из города и обратно. А это проходит Хасанский район? Да. Хасанский район, село Барабаш, недалеко от села Барабаш, буквально 30 километров от села, находится месторасположение нашего стартового городка и маршрута. То есть чем уникальность? Вы представляете, там ничего нет. Вот это просто лес, да. И наша задача сделать там цивилизацию, инструктуру построить, то есть целый городок, и вот мы всю неделю заезжаем за неделю, строим, все готово. Так вы оттуда к нам приехали, сюда. Еще нет. Еще нет. За неделю до мы туда поедем жить, наверное. Но завтра, да, мы поедем еще раз на разведку очередную, вот будем, подснимем контент, все еще раз покажем, в каком состоянии, все как, все красиво. То есть у нас там за неделю готовится трасса, за двое суток выстраивается стартовый городок, сцена, все необходимые шатры, раздевалки, гардеробы, души, чтобы люди приехали, они понимали, где можно вещи оставить, переодеться, где можно... Что их ждут. Да, что их ждут, да. И когда проходит мероприятие? 11 июня 2022 года. Сколько человек уже зарегистрировано? На данный момент зарегистрировано, наверное, процентов уже, я сказала бы, 80. Да, осталось совсем немного слотов, поэтому стоит поторопиться. Буквально десятки слотов на каждую дистанцию, то есть там 30 на одну, 10 на другую, то есть надо вот уже... А сколько всего человек? 500 человек. 500, но слимит, потому что тропа больше не выдержит по нагрузке, поэтому мы лимитируем количество и рекомендуем поторопиться. Потому что есть определенное количество слотов на различную дистанцию, и они потихонечку начинают заканчиваться. Не так интересно, неужели люди вот так платят деньги, бегут, едут в барабаш? Потому что они получают эмоции. Самое, да, самое то, что бесценно, это память. Память от мероприятия, которое остается на долгие годы. И правда, все участники, они делятся потом после эмоций, рассказывают друзьям, родственникам, родным. Ну, это правда то мероприятие, которое действительно остается в сердце каждого участника. По-другому быть не может. Это событийный туризм, это реально событие для участников. Это сервис, и это, конечно, красивый стартовый пакет. Красивая медаль. Красивая медаль. А что, кстати, в этом году? А вот скоро придет, и мы покажем. Пока еще, да, в производстве, как обычно, мы все заранее заказываем. Давайте тогда о географии участников. Какова? В этом году какая она? Да, в этом году. На данный момент у нас зарегистрировано 26 городов, 10 субъектов Российской Федерации, 13 субъектов Российской Федерации, страна Россия, и добавилась у нас Южная Корея. Очень радует это. Ну, если говорить про российские субъекты, то Амурская область, Воронежская, Забайкальский край, Иркутская область, Магаданская, Москва, Московская область, Сахалинская область, Свердловская область, Ну, Приморский край. Ну, достаточно обширная география-то. С учетом того, что и зарубежные гости приедут, а они как узнают? Ну, наверное... Соцсети. Реклама и сарафанное радио, как вот Морская дуба передают. Мы работаем с консульствами, также, конечно же, все это распространяется информацией. Ну, вообще, если бы у нас, в принципе, сейчас с границами было иначе, да, все было бы легче летать, то я думаю, что у нас процентов 70 было бы только иностранных участников. Пользуются спросом иностранцами. Очень пользуются, конечно. Это уникальный, правда, трейл своего рода, где еще можно пробежать по земле леопарда. Дикая кошка леопард живет только у нас здесь. Мне все-таки интересна безопасность участников. Дикая кошка. Если вы говорите, что вы сами тестите тропу за несколько дней до, то есть я так понимаю, что это небольшое количество людей какое-то бежит. Да? Не страшно? Нет, на самом деле не страшно, потому как за всю историю национального парка, ему 70 лет, не произошло ни разу никаких нападений животных на человека. Это раз. Потому что все-таки животные, ну, они не будут нападать, без надобности не будут. Они там не живут, они просто иногда перемещаются, поэтому мы видим следы. Вот. Соответственно, на самом мероприятии мы тщательно подходим к этому вопросу. Все равно, конечно же, один шанс, но это как бы может быть. Поэтому мы все обширно подходим к этому вопросу. Мы выставляем такие контрольные пункты, пункты питания, где у нас музыкальное сопровождение небольшое, негромкое. То есть, соответственно, где у нас состоят квадроциклы, маршалы, автомобили специальные тоже, маршалы, которые предоставляет нам земля Леопарда, Нацпарк. Именно это их сотрудники, которые знают, как вести себя, которые знают, как, что делать. В общем, ну, и из-за того, что находится очень много людей, количество здесь, конечно же, зверь, он не подойдет близко. Он там в радиусе 10 километров, думаю, находится далеко. Опять же, мы от места обитания подальше, поэтому... Ну, следы, тем не менее, встречаются, да. Перебегают иногда. Тема интересная, тема интересная, правда. Это прям, ну, не знаю, может быть, только мне такое интересно увидеть след, но это прям... Ну, и каждому участнику, конечно же, мы выдаем перед стартом фальшвейр. Ну, вот эта штучка такая автомобильная, которая зажигается, это отпугивает животных. И противоклещевая обработка, естественно. Даже так? Да. Ну, клещи тоже зверь. Клещи тоже, да. Они опасные. И тут надо обязательно себя оберегать. Ты их не заметишь, а они на тебя... То есть я так понимаю, что вы обеспечиваете всем от и до участников. Вот и до. Мы привозим участников. Ну, кто-то может доехать самостоятельно до пункта Барабаш, но дальше только на нашем транспорте. Доехать. Также обратно увозим. Из Владивостока также мы привозим, увозим. Кормим питание. Стартовый пакет получает участник. Пакет финишера получает участник. Медаль на финише. Шоу-программа. То есть развлекательные различные моменты. То есть можно будет приобрести что-то памятное. Какая протяженность у тропы? У нас вообще четыре дистанции. Это три километра, пять, десять и двадцать один. Все мы бежим туда-обратно. То есть старт-финиш – это одна локация. Соответственно, протяженность десять километров. Убегаем, разворот обратно. Ну, там, десять с половиной. Получается двадцать один и один километр. Вот, так же делают все остальные станции. Убегают, разворот обратно. Для этого нужно иметь какую-то специальную физподготовку? Очень нужно. Очень нужно иметь физподготовку. Я вот не представляю, как бы я бежала по пересеченной местности. Да, очень нужно иметь подготовку, так как маршрут, правда, сложный. Мы об этом предупреждаем. На двадцать один и один километр мы допускаем только бегунов со специальной справкой медицинской о том, что они действительно могут, где указано, здоровы, там, проверили ЭКГ у них и все прочее, что они готовы бежать дистанцию двадцать один и один. Вот, всех предупреждаем. Также, кто любитель и новичок, там дистанция только три километра. Три, ну, может быть, пять. Все, далее это только для подготовленных бегунов, потому как набор высоты все-таки он такой высокий, постоянно. Там прямо такой подъем вверх, такой подъем, спуск вниз, и постоянно он чередуется. Вот. Но можно не всегда бежать, можно пройти пешком. Поэтому мы тоже об этом говорим. Не обязательно бежать на результат какой-то прям максимально свой. Где-то пешком пройти, где-то пробежать. Так тоже можно. А как чаще? Бегут за результатом или бегут ради того, чтобы бежать? Ну, вот по поводу результата. Есть плюшки у нас, это призовой фонд для победителей, дистанции. 18 победителей. У нас денежный фонд 300 тысяч делится на... Ну, в соотношении делится на победителей. Первое, второе, третье места. Мужская, женская категория. И, конечно, есть очень приятные подарки от партнеров. Поэтому я думаю, что люди... Категория делится на две части. На абсолютный результат. Да, кто-то поучаствует. А кто-то бежит за свой результат. В любом случае, да, да, у каждого свой результат. Мне просто интересно, за какое время нужно преодолеть эту дистанцию. В том году у нас? Лидеры пробегают, получается, у нас за... Так, сейчас не снимать. Евгений Лужков, у нас там будете переместить? За час 30, час 40, да, по-моему. Если я сейчас не ошибаюсь, то такое время это лидеров. Любитель, конечно же, пробегает... Ну, лимит времени 4 часа. Вот, там уже каждый из своих возможностей. Ну, за 4 часа это прямо вот... Пешочка. Ну, да, это такой бег-ходьба. Просто бег-ходьба. Это вполне можно преодолеть за 4 часа. Если вдруг... Если вдруг плохо стало человеку. Обязательно. Вот на пунктах питания у нас медики, волонтеры будут находиться. На старте и финише скорая помощь. Машина эвакуации будет работать. То есть в прошлом году было очень жарко. И правда, были случаи того, что... Ну, люди теряли сознание от того, что жарко. Вот. И мы тут же, конечно же, реагировали. Всё хорошо. Спасибо Богу. У нас на пунктах питания на финише очень много воды. Поэтому вода, перекусы, всё это есть. И медицинская помощь. А зачем перекусывать? Мне вот интересно, когда ты бежишь. А когда бежишь всё-таки? Утракиваться энергия? Ну, там не бутеры, конечно. Не бутеры, там у нас фрукты. То есть быстрые углеводы необходимы для энергии. Когда особенно дистанция 21 километр, когда это трейл, это не просто 21 километр по ровному участку. Это совсем другая нагрузка. Это прям как будто бы ты сбегал в гору и вернулся с неё обратно. То есть там необходимо подпитываться. Всё-таки это, ну, обычно там финики, да, что быстро даёт энергию. Изотоники, вода, чтобы восполнить свой водный баланс. И чтобы были силы, чтобы было комфортно. Ну, насколько мы помним по тому году, все, кто возвращался, да, им было тяжело, они там, боже. Но как они гордились собой? Как они были счастливы, что они преодолели это всё? И они поучаствовали в таком мероприятии. Всё было для них, поэтому отклики были только положительные. Мы этому очень рады. И, соответственно, ждём этого года всё вместе. А дети могут участвовать? С 10 лет можно пробежать на дистанции 3 километра в сопровождении взрослого. Есть такой интересный факт. Мы в том году не вводили детскую дистанцию. Мы ввели только от 18+, но нам поступило очень много заявок от детей. Они очень хотели, очень хотели бежать. И мы ввели 10+, в сопровождении взрослого. И в этом году уже зарегистрированы? В этом году, да, конечно, уже ввели. Как в том году ввели, в этом году оставили. Порядка, думаю, 30-40 детей у нас будет. То есть всё-таки трейл – это необычный забег, поэтому там тоже дети подготовленные. То есть это можно назвать таким полноценным семейным мероприятием. Папа бежит 21 километра, папа сыном 10. Три. Да, три. Те же виды будут в этом году, что и в прошлом году? Или тропинка как-то по-другому пойдёт? Немного мы видоизменили маршрут, сделали десятки. Будет немного и полегче с одной стороны, и покрасивше. То есть потому как у нас разворот десятки был в прошлом году, то есть нужно было спуститься вниз, развернуться и получаться бежать вверх в горку. Здесь будет наоборот. Забежали наверх, развернулись и потом вниз обратно. То есть это и вид покрасивый и легче немного на развороте. Сложно? Сложно. Сложно. Я бегала 10 километров. То есть для теста я пробежала десятку. Сложно. Но возможно. И очень классное ощущение после. Было такое интересное момент в том году. У нас для того, чтобы добраться до стартового городка, нужно пройти наверх. Метров там 200, по-моему. Ну да, 200 метров. И когда люди с трансфера поднимались наверх, они такие, а это уже начался трейл, да, типа? А мы такие, еще нет. Это легкая разминка. Они уже... Ну понятно. По-моему, уже начался трейл. Ну то есть там прям действительно вершка, да, горочка. Там даже машинам тяжело заезжать. То есть мы когда разводим все... То есть у нас случается такой подъем, стартовый городок такой, цилиндрический. И дальше уже побежали старты тропы. Экипировка какая-то специальная нужна, потому что я так понимаю, что если там песок, грязь и все остальное, нужны какие-то кроссовки, обувь. Да, обязательно трейловые кроссовки. Мы об этом тоже прописываем и в книге бегуна, и у себя на страничках соцсетей на сайте, что обязательно нужна трейловая обувь с хорошим протектором. То есть если по асфальту это у нас гладкий бег, гладкая подошва, то трейл должна быть рельефная подошва максимально, чтобы было за что зацепиться. Потому что погодные условия могут быть разными. В прошлом году было жаркое солнце. Если в этом году пойдет дождь, то это будет прям испытание-испытание. Грязевые ванны буквально. А это июнь. А это июнь, конечно, да. Такой, интересный. А самое, что интересно, у нас в этом году 11 июня, и в 2016 году тоже дата была 11 июня. И был дождь. И был дождь. Будем надеяться, что дождя не будет. Ну да, нам бы не хотелось. Но на самом деле бегунам по практике, чем хуже, тем лучше. Правда, у них всегда... Вот я сама бежала, на просто выходных, тут местный забег, был дождь. И вот правда эмоции намного как-то выше. То есть вот чем сложнее тебе преодолевать, тем эмоция кайфа на финише, она в разы и выше. А снижение сразу? Ну да, если дождичь капает, сразу не так душно. В жару, наверное, бежать все-таки тяжелее, чем в дождь. В том году, да. Она испарена еще была, как раз дожди прошли, а потом наступила жара. То есть очень-очень влажная была, да, и потом тяжело дышалась, конечно. Был такой, да, челлендж. Что получает участник на финише? Я не имею в виду материально. Получает медаль, конечно же, свою красивую, которая у нас придумана дизайнером. Вот, они нам еще не пришли, поэтому мы вот показали бы, но скоро на днях должны быть по нам уже прийти. Ну и финишный пакет с провизией. Это понятно, это материальное. Плов. А не материальные. А не материальные эмоции. Ну, я не знаю, как это объяснить уже за словами, да, пожалуйста. Когда видишь эти счастливые глаза, на которых некоторых слезы от счастья, улыбки, да. И долгую мышечную память тоже получаются. И наши волны. А, кстати, вот еще интересный момент. Люди тренируются специально перед вашими мероприятиями. Конечно, да. Вообще, у бегуны, кто вот такой прям уже конкретный бегун, участвует в различных мероприятиях, у них на год выстроен календарь и к каждому мероприятию свои тренировки. Плюс наш клуб постоянно проводит ежесубботние бесплатные тренировки. Мы как раз таки бегаем по разным местностям. То есть, Остров Русский или там на форты. То есть, это тоже такие мини-трейлы. Можно присоединиться каждую субботу в 9 утра. Каждый желающий. Каждый желающий. Абсолютно каждый. Мы там можем рассказать и про экипировку, и как подготавливаться тоже. Ну, опять восхищая, наверное, вопрос многих про стоимость. Конечно, она, ну, могу сказать, что не маленького там какого-то уровня, потому что сервис есть сервис. Но у нас есть варианты того, что человек может сделать какое-то доброе дело на нашем сайте. Есть информация, не знаю, сдать кровь, там, собрать раздельный сбор или помочь какому-то котенку бездомному в фонде Умка. Получить бонусы и этими бонусами оплатить половину стоимости билета. То есть, мы даём такую возможность социальную. За эти года уже возникли, правда, уже такой пул марафонцев добрых дел, так скажем, потому что называется марафон добра. Марафон добра у нас, да. Да, и правда, люди совершают в течение года различные добрые поступки. Ну, потому что та же кровь, она очень нужна. И мы сотрудничаем с КСПК Приморским, и они прям действительно очень благодарны за то, что мы помогаем им распространять информацию о том, что нужны доноры. Ну, мы получаем свои эффекты, а не свой. И таких людей много, я так понимаю. Да, пользуются общим спросом очень. И растёт, становится ещё больше, что нас непременно радует. Последний вопрос задам, который, наверное, интересует вот такого обывателя, как я, который не бегал. Что заставляет человека ехать в барабаш и бежать в гору, девочки? У каждого мотивация, наверное, всё-таки правда своя, личная. Потому как кто-то хочет испытать что-то новое. Скорее всего, от большинства, да, попробовать. Что же это такое? А смогу ли я? Да, смогу ли я проверить свои силы? Кто-то хочет улучшить свой результат, да. Кто-то хочет доказать себе что-то, да. Потому что преодолев дистанцию, ты действительно гордишься собой. Ты понимаешь, что ты способен, что ты способен намного большего. Вот, и это, думаю, важно. А кто-то видит мерч наш, красивый медаль, и такой, хочу такую медаль. Она очень красивая. В преддверии мероприятия что скажете будущим участникам, Оля? Я желаю обязательно присоединиться и хоть раз в жизни попробовать трейловый забег. Да, неважно, дистанция будет 3, 5, 10, пешком пройти или пробежать. Но попробовать стоит. Когда вокруг тебя бежит количество людей, ты видишь, кто-то как ракета проносится, кто-то с тобой рядом. И в этот момент все становятся такими друзьями, добрыми. Все здороваются, отбивают пятерочки. Все, ну вот этот вот позитив общий, он правда, он очень наполняет. И я вот желаю каждому попробовать хоть раз в жизни и испытать эти эмоции. Они ценные. Ну, мы от себя сделаем все возможное, чтобы вам было комфортно, интересно, незабываемо. Мы вас ждем. Леоран.ру, наш сайт. До встречи на старте. До встречи на старте. Ждем, пока все побегут. Да. Ну что ж, я напоминаю, это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о спортивном мероприятии полумарафоне «Леоран». В гостях у меня были Ольга Гаева, директор полумарафона «Леоран», директор бегового клуба «Ран ДНС-Ран» и Александрина Кучина, продюсер полумарафона «Леоран». В студии работала Юля Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова